МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасность большой воды в ряде регионов миновала. И сейчас настало время подсчета убытков. От паводка пострадали не только частные лица, жилье граждан, но и имущество предпринимателей. Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире телеканала ТДК-42, программа «Давайте обсудим». И сегодня мы поговорим о том, какой ущерб нанес паводок нашим представителям бизнеса и как этот ущерб будут возмещать. Я рада приветствовать сегодняшних наших гостей. Это руководитель управления предпринимательства Западно-Казахстанской области Нуржан Утибаев, заместитель директора палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области Эльмира Утешева, заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Бауржан Кайдаров и заместитель руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Берег Ситказиев. Дорогие гости, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Ну и, конечно же, первый вопрос у нас, наверное, сколько у нас предпринимателей на сегодняшний день подали заявки на возмещение ущерба? На сегодняшний день по предварительному списку по Западно-Казахстанской области было подано 107 субъектов предпринимательства на возмещение ущерба и также 115 субъектов предпринимательства на отсрочку по платежам кредитам. Ну, так понимаем, это пока текущие данные, дорогие зрители. Текущая ситуация, потому что, как вы знаете, много имущества пострадавших на сегодняшний день находится под водой и физически не представляется возможным делать техобследование и оценку данного имущества. Я хочу обратить внимание на то, что сейчас мы обсуждаем текущее положение дел. У нас сейчас многие вопросы еще прорабатываются на уровне правительства и, возможно, будут вноситься какие-то изменения. Дорогие зрители, я хочу напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире, и вы в любое время можете присоединиться к нашей беседе. Я призываю наших предпринимателей принять активное участие в нашей программе. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Присутствующие гости ответят на них. На какие они не смогут ответить, обязательно переадресуют уполномоченным органам. Итак, скажите, пожалуйста, куда же необходимо подавать заявку на сегодняшний день? Потому что возникает много вопросов. Согласно правилам номер 18, от 22 апреля 2024 года по компенсации имущества потерь для субъектов малого и среднего бизнеса по страдавших регионам были созданы комиссии. Это комиссия районного типа, куда обращаются субъекты малого и среднего бизнеса со своими заявлениями. И уже на основании, как я уже выше сказал, техобследования делается оценка к оценочными компаниями и уже направляется в региональную комиссию по области. Там уже в течение пяти рабочих дней данная комиссия рассматривает вопрос и выносит решение соответствующее. Это согласно правилам. В течение десяти дней региональная комиссия осуществляет выплату на те счета, указанные пострадавшими в заявлении. Понятно. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире и указать номера телефонов, по которым вы можете дозвониться. Это 93 34 33. Это номер телефона, по которому мы принимаем звонки. Также вы можете написать на WhatsApp номер 8701-212-4242. На этот номер мы принимаем письменные текстовые сообщения. Так, скажите, пожалуйста, сейчас известен ли предварительный ущерб, который нанесен предпринимателям? По предварительному списку на сегодняшний день, это предварительный список, сумма ущерба по Западно-Казахстанской области составляет 5,4 миллиарда тенге. Но я думаю, эта сумма не последняя, и она будет меняться. Потому что заявление у нас поступает на ежедневной основе, комиссия работает в районах, соответственно, заявление поступает постоянно. А какие-то сверки вы делаете по регионам республики, наш регион? Какое место на данный момент занимает по ущербу? Насчет сверки я знаю, что наиболее сильно пострадал по субъектам МСБ от Тараусской области. Там более 260 субъектов МСБ были внесены в реестр тех, которые пострадали от павод. В наш регион, мы обращались в Министерство национальной экономики, на каком месте сейчас пока мы не можем ответить, потому что текущая ситуация, она же обновляется постоянно. Каждый день меняется, да? Каждый день меняется, да. Наверное, с каждым днем все больше и больше заявок поступает сейчас. Один из самых основных вопросов, наверное, это отсрочка по кредитам. В каком порядке предоставляется отсрочка у нас на сегодняшний день? И, возможно, именно по отсрочке сколько подали заявок, да? По отсрочке по кредитам, наверное, еще дополнение ко мне коллеги дополнят и скажут. На сегодняшний день было подано, как я уже сказал, 115 заявлений. И, как я говорил, в районной комиссии поступает заявление. После этого эти заявления попадают в управление предпринимательства. Мы направляем в агенцию финансового регулирования. Потом агенция финансового регулирования перенаправляет данную информацию в департамент защиты прав потребителей и финансовых услуг. Этот же департамент направляет все данные, списки, которые на ежедневной основе обновляются в госкредит-бюро. Госкредит-бюро, согласно этому перечню, направляет банки второго уровня и все финансовые организации, в том числе АКК, КАФ и те организации, которые занимались финансированием бизнеса. И там уже начинается механизм отсрочек. Все пострадавшие по Западно-Казахстанской области, которые подали заявление по отсрочке, мы направили уже на ежедневной основе. Этот список обновляется. Каждый день мы его обновляем, сверяемся с районами и направляем дальше. То есть эта работа ведется на постоянной основе. По линии банка, по линии кредитов, у нас сегодня достаточно много вопросов. К сожалению, у нас не присутствуют сегодня представители АФМ. Но вот еще такой вопрос. На одинаковых ли правилах действуют все банки второго уровня? Наверное, в курсе все равно, знаете, да? Я отвечу, потому что палата предпринимателей ЗКО совместно с государственным органом, вот Наржанна Сапаргардевичем вместе, вот Департамент гостоходов, Управлением сельскохозяйства проводится работа по налаживанию, как бы сказать, такой ситуации тяжелой ЗКО. И в настоящее время просто ознакомить деятельность палаты, я думаю, сочла нужным, потому что с момента вот паводковой ситуации Национальная палата уже себе как бы объявила горячую линию, вот 1432, куда могут обратиться все предприниматели нашей республики со всех концов. Кроме того, в Национальной палате открыт фонд, общественный фонд Кшумесбрлекте, куда идет сбор средств, которые в будущем будут, с этого фонда будут оказаны помощь тем предпринимателям, которым, как бы, предприниматели не смогли доказать свое, вот то, что имущество у них испортилось или когда, вот. Для этих целей вот этот фонд сейчас идет сбор средств. И кроме этого, хотелось бы сказать, что да, должны быть послабления для бизнеса, послабления. И в этом вопросе, как бы, палата поработала совместно с госорганами. Вот вы только что сказали, что отсрочки по кредитам. Жан Сапер Гальдевич уже объявил, что уже поступает, уже направили, да. Действительно, это, как бы, такая мера, которая нужна бизнесу и вообще нужна населению. Поэтому, да, агентство Республики Казахстан по регулированию развития финансового рынка действительно вот с 1 апреля по 30 июня отсрочило кредит на срок на 3 месяца. И вот эти просроченные, на просроченные кредиты не будут начисляться всякие. Пенюа вот это вот. Сразу вопрос возникает. 3 месяца это уже окончательное? Окончательный срок? Либо он может еще рассматриваться? Нет, агентство вообще изложило так. На нашей площадке буквально недавно была встреча, рабочая встреча, изложило так, что будет подходить индивидуально каждому заемщику, потому что заемщики, они тоже разные же. Есть какие-то истории плохие. Вот будут индивидуально подходить к таким заемщикам, да, и может будут готовить другие графики, это покрытие вот этих кредитов. Будут еще рассматриваться кое-какие вот преференции. Ну, мы знаем, что банки тоже у банков второго уровня свои интересы. Они имеют ли право, присутствуют ли при оценке ущерба, выезжают ли на места? Банки? Да, представители банков. Банки не выезжают на места. Только комиссия оценочная? Банки только на основании заключения региональной комиссии. Они должны уже как бы давать отсрочку. Районная комиссия, как я уже сказал, принимает решение на основе техобследования. После техобследования, соответственно, компания, которая занимается оценкой ущерба, оценочная компания, направляет все документы, в том числе видео, фотофиксацию, условно говоря, до и после этого паводка. И районная комиссия выносит решение, вот согласно правилам пункта 5, что данный субъект малого и среднего бизнеса признается пострадавшим от паводка. На основании этого решения районной комиссии, как бы, направляется в областную комиссию. То есть согласно уже официальному документу. Да, да, да. Это протоколы, это решение комиссии. И там, как я уже говорил, в течение пяти рабочих дней мы должны рассмотреть сроки, я думаю, поставлены очень правильные, очень своевременные. Почему? Потому что, как президент страны сказал, нужно действовать очень быстро, и не затягивая процессы, потому что мы понимаем, что очень много пострадавших и людей, которые страдают. И именно не только физические лица, но и бизнес. Сами знаете, они являются налогоплательщиками, они создают рабочие места. То есть они, как правильно сказала Эльмира Бесебаевна, мы должны идти навстречу бизнесу и стараться с Палатой предпринимателю помогать. Дорогие зрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить на номер 93 34 33 и задать интересующий вас вопрос. Также можете написать на номер WhatsApp 8 701 212 42 42. Скажите, пожалуйста, еще вот по оценке ущерба именно, как рассчитывается мебель, техника представителей бизнеса? Как вообще ведется подсчет имущества этого, помимо основного здания, скажем? Согласно правилам, размер компенсации стоимости потери малого и среднего бизнеса, это ТМЗ, это товарно-материальные ценности, они производятся на основе расчетов, сделанных именно техобследований оценки, а также согласно данным государственных доходов ДГД. И вот после этого идет у них свой алгоритм оценки, и они там оценивают. Что касательно оценочных компаний, оригинальной комиссии на днях будет принят список оценочных компаний, которые будут утверждены в нашей области, и с которыми могут спокойно работать наши представители малого и среднего бизнеса, то есть через них официально работать. Потому что, согласно правилам, все вот эти затраты с оценкой, с адвокатами, с техобследованием, это все ложится на плечи государства, согласно правилам. Мы знаем, ранее еще не был разработан четкий план действий, четкий алгоритм, именно как будет то же самое оборудование, скажем, оно устаревшее какое-то, либо оно новое, допустим, оно куплено за определенную сумму, в разы больше, да, чем, скажем, 10 лет назад. Как это будет все оцениваться все-таки? Каким образом? Есть ли четкий алгоритм? Или какие-то, может быть, документацию какую-то необходимо предоставлять по тому же самому имуществу? Ну, имеется в виду чеки, какие-то договора и так далее. Ну, подтверждающие документы это должны быть обязательно. А если не сохранил их предпринимательство? Подтверждающие документы должны быть. Если нет подтверждающих документов, мы же говорим, вот техобследование, компания специально будет заниматься этим техническим обследованием, она будет передавать в оценочную комиссию. А оценочная комиссия, свой механизм, целый механизм у нас, оно изложено в правилах. Вот они выносят. То есть разработанная комиссия? Комиссия рассматривает, потом только выносится решение. Плюс ко всему, к оценочной компании, компании, которые занимаются техобследованием, заполняют заявление об уголовной ответственности за проведение, данного обследования. То есть они несут полную юридическую ответственность за предоставленные документы. Также юридические лица, то бишь субъекты малого и среднего бизнеса, это заявление подписывают о том, что они предоставляют корректные данные. Вы понимаете, это же бюджетные деньги, бюджетные расходы, которые ложатся на плечи государства. Поэтому каждая копейка, я думаю, в учет ее будут вестись. Скажите, если, скажем, я предприниматель, у меня пострадало и жилье, и бизнес. Как в таком случае ведется подсчет ущерба? Ну, вы знаете, подсчет ущерба, вы как-то уже далеко заходите. У нас только начался процесс, процесс формировался список, подаются заявки. А случаи, которые есть, что пострадало и жилье, и бизнес-объект, у нас таких очень много. Вот тот же самый, вот сейчас продолжат мои коллеги, да? Вот, например, в сельском округе, там, где вот вода действительно была, был дом и был маленький магазинчик. Соответственно, и дом пострадал, и магазин. Вот. Таких случаев очень много. Ну, то есть там как-то разнятся критерии оценки? Ну, вы знаете, для населения они уже начали возмещать. Эта проблема нет с этим. Сейчас вот бизнес-объект будет рассматривать комиссия. Оценочная комиссия вынесет решение. То есть, получается, компенсацию он получит и как представитель бизнеса, и как представитель, как собственных жилья. Если у него на это есть, в первую очередь, право обстановивающего документа, то есть официальные данные, что зарегистрирован бизнес, то есть имущество на нем, то да. То есть он подпадает под две категории. Единственная разница правил между выплатой компенсации между физическими лицами и юридическими лицами заключается в том, что у юридических лиц, вот субъектов малого и среднего бизнеса, как правильно мой предыдущий спикер сказал, это то, что будет каждый рассматриваться в случае отдельно. То есть на основе наличия подтверждающих документов всех с ДГД, подтверждающих право собственности и так далее, и так далее. Помимо этого, у физических лиц есть, допустим, определенные ограничения по юридическим лицам, согласно правилам, у нас нет. Нет. Вот. Например. По ущербу компенсации. Да. Вот. Я продолжу. Вот, например, магазин. А было ли движение по этому магазину? Обращается местный орган гостохотов. Отчеты же сдает. То есть, да, например, ИП сдает, да, раз в полугодие сдает обращенную декларацию, да, счет-фактура, о приеме товара у него счет-фактура должен быть. Вот это все отслеживается. Вот представитель ДГД сидит. Ну, сейчас мы этот вопрос еще задали. Ну, будут идти навстречу, всяческие пути будут смотреть. Лишь бы помочь, понимаете. Если все это законодательно закреплено, обязательно будет оказана помощь. Ну, вот как раз-таки, да, вот очень много вопросов по линии налогов, да, тоже. Скажите, пожалуйста, как будут предоставляться срочки по налоговым, налоговым платежам? Как же это ли? Три месяца, скорее всего, да, срок идет? В соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан, за номером 219 от 17 апреля, приказ здесь у нас. Те налогоплательщики, которые пострадали от наводнений, сейчас формируются списки полномочными органами, комиссиями местных исполнительных органов. Мы на 26 апреля 2024 года постоянно получили список 90 налогоплательщиков, 75 индивидуальных подпринимателей и 17 юридических лиц по районам, по шестернам. По области, да. Булинский, Каратюбинский, Сарамский, Терекинский, Байтирекский и по городу Уральск. Сейчас мы анализируем их отчетность, задолженность. То, что касается, например, до 1 июля, с 1 апреля по 30 июня, до 1 июля у них представляется отрочка по уплате налогов. Это автоматически всем предоставляется, да, вне зависимости от того, какой доход. Которые мы получили списки к тем налогоплательщикам. Ну, соответственно, кто подал, да. И по социальным платежам. Кроме этого, приостанавливаются меры принудительного изыскания тоже, который образовался с 1 апреля по 30 июня, если образуется, до 1 июля у них отсрочка будет. Потом они продлеваются сроки представления налоговой отчетности, тоже период с 1 марта по 30 июня, до 1 июля. Например, туда входит, например, корпоративный подоход налог, у нас должны предстоять до 31 марта. А у некоторых новоплательщиков получают по налоговому кодексу отсрочку. Это они продлеваются до 2 мая, например, сегодня заканчиваются. Но эти новоплательщики имеют право продлевать отчетность до 1 июля, например. Ну, на примере, если сказать. Кроме этого, у них возникает по 200-й форме, по 300-й форме по налоговому надаванию стоимости, например, за апрель, если отсрочка получали, продлевается за май месяц, за юм месяц. То есть, получается, все формы отчетности, они у нас срочкой действуют по всем. Если у них проводятся проверки, налоговые проверки, там, встречные, хронометражные, комплексные, тематические проверки, в тех случаях все проверки до 1 июля приостановляются. Ну, по списку тоже. Уже если они в список ходят, если как бизнес пострадавший, они получают по отчетности. Здесь срок, есть ли, рассматривается ли возможность продления срока этого по срочке? До 1 июля, пока приказ. Пока так, да? До 1 июля. Если приказ будет, тогда будет продлеваться. Если не будет, так до 1 июля. Хорошо, спасибо. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать интересующий вас вопрос, позвонив по номеру 93-34-33. Также вы можете написать на номер WhatsApp 8701-212-4242. У меня такой вопрос. Есть ли на данный момент, на сегодняшний день, возможность подать онлайн-заявку в ту или иную инстанцию? На сегодняшний день по всем районным комиссиям и комиссиям города принимаются все заявки именно в бумажном формате. Но прорабатывается вопрос министерства цифровизации о разработке платформы, единым платформами, основе которого будут подаваться онлайн. Я думаю, в ближайшее время эту платформу презентуют и по работе данной платформы будет дополнительно доведена информация. Это по всей республике имеется в виду, прорабатывается единая платформа или на каждом уровне, в каждом регионе? Да, да, единая. Там, насколько я понимаю, как нам объясняли, будет отдельное окошко для пострадавших от паводков отделения. Насколько я это понимаю, для юридических, физических лиц и уже дальше. Еще такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если предприниматель в одну инстанцию обратился уже, то автоматически уже фиксируется его заявка и вот в другие полномоченные органы передается, да? Скажем, вот в управление предпринимательства обратилась я, департамент госдоходов не отдельный, надо заявку подавать? Нет, вообще, я же говорю, все зависит от того, вы как субъект МСБ где находитесь, территориально в городе, либо в районе. Если в городе вы обращаетесь в городскую комиссию, соответственно, она выносит решение о признании вас возродавшим и выносит уже на региональную комиссию, областную. В составе этой комиссии департамент госдоходов есть. И коллективно члены комиссии рассматривают данную заявку вместе в течение пяти рабочих дней, как я уже говорил, принимают решение по ней. На основе тех данных, которые были предоставлены региональной комиссии, выносится решение. То есть правомерность, предоставленные документы со стороны ДГД тоже самое, они проверяются, как бы все. Ясно. Мы, например, работаем по списку. Получаем списки от исполнительного органа власти. После получения списка мы смотрим. На них, если выставлено уведомление об устранении нарушений камерального контроля, если производятся проверки, перестанавливаем сами. Если задолженность по аналогам есть, отзываем, распоряжение. Если по физическим лицам, по транспорту, по земельам тоже. Если человек напрямую к вам обратился? Нет, напрямую не надо, мы список получаем же. Как физлицо... Комиссия приняла решение, что пострадавших. Субъект малого и среднего бизнеса, как физическое лицо, это немного другая комиссия. По физическим лицам, до этого заместитель Макима области, Айтмухамед Макаляр Шадярчев, ему было подробно дана пресс-конференция. Для перегенера, стоящего Хаюпа, он тоже заместитель Макима области, была предоставлена полная информация. Поэтому эта комиссия отдельная. Их правила немного разнятся с нашими, но туда тоже можно будет обращаться. То есть у нас МСБ, то есть субъект малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса. Просто я поняла, в связи с чем этот вопрос. Сейчас мы формируем списки. Марина правильно задает вопрос. Куда обращаться, да. Вот мы вместе с управлением предпринимательства, у нас прямо два сотрудника с моего и два сотрудника с управлением предпринимательства. Мы сейчас формируем списки. Сформируем мы как? Потому что предприниматели не знают, куда обращаться. Мы их ищем, находим, их данные заполняем, описываем все, что с ним случилось, все контакты. Мы подготавливаем комиссии, чтобы они подавали документы удачно. И чтобы быстро прошло это время рассмотрения. Вот у нас списки, мы друг с другом сверяемся, каждый день передаем информацию Миннации экономики. Это для чего? Чтобы сумму ущерба потихоньку высчитывать, ориентировочно уходить. Чтобы уже начиналась работа, да? Чтобы работа велась, да. Это все для этого делается. Помимо этого, как правильно предыдущий спикер сказал, управление предпринимательством, палаты предпринимателей на постоянной основе проводятся консультативные работы. У нас выделен человек, телефон этого человека. Мы дали Министерству национальной экономики. Она размещена в социальных сетях, которая может пока удаленно дать консультацию, куда обращаться, какой перечень документов нужен и так далее. Эта работа-то проводится. Я просто думаю насчет деления физических и юридических. Но эта работа, она непосредственно продолжается и на постоянной основе. У нас списки обновляются, мы получаем информацию, даем информацию дальше Министерству национальной экономики для определенной суммы ущерба. Вот благодаря этой работе, сейчас мы смело говорим, что 107 у нас предпринимателей пострадавших. По отраслям делим, по районам делим, город обозначиваем. Каждый день звоним, вода ушла, у вас, вы знаете, какая сумма теперь. Дайте хотя бы ориентируйся. Вот так мы сидим, актуализируем. Вот вместе сидим, два органа. Получается, вот предприниматель подает заявку, да, сначала, потом уже назначается посещение, вы как время посещения, наверное, на оценочной комиссии, да, то же самое. Или как этот алгоритм действует? Или независимую какую-то оценочную комиссию он же не может пригласить? Нет, я говорил, если в районе субъект предпринимательства обращается в районную комиссию на основании его физического, условно говоря, заявления с указанием данных, он говорит, вот такой вот объект, и на данный объект выезжает сразу компания, которые делаются техобследования, после проведения техобследования, на основании этого оценочная компания делает оценку. После этого районная комиссия определяет его пострадавшим. После определения его пострадавшим она направляет в региональную комиссию. К нам. И там уже в течение пяти дней мы должны принять решение. Все понятен алгоритм. Мы знаем, что большое количество спонсорских средств выделяется предпринимателям. То есть все оживающие, ну очень много у нас неравнодушных, и гуманитарную помощь отправляют у нас с разных регионов, да, республики. На сегодняшний день, скажите, пожалуйста, как у нас с этим строительством? Можно я вот благодаря вашей площадке начну? Ну и в первую очередь хотелось бы поблагодарить малый и средний бизнес, крупный бизнес нашего региона о том, что они в первую очередь в это очень тяжелое время протянули руку помощи всем пострадавшим, вне зависимости от того, они были пострадавшими или нет. Есть субъекты предпринимательства крупного бизнеса, которые, несмотря на то, что они были сами под ударом, выделяли технику, выделяли финансовые средства, много физической помощи, то есть специально выделяли сотрудников, которые были на их карьерах, работах на заготовых мешках песка, поэтому со всех сторон как бы беда пришла не одна, но помощь была отовсюду, и жители данного нашего региона, мне кажется, как единый механизм откликнулись на это. И если вы видели по территории области, сколько людей, волонтеров было, также приезжали с других регионов, с Астаны, молодежное общественное объединение, очень много приезжали. Приезжали представители, ну, согласно положению ЧАЭС, с других областей представители ЧАЭС, техники, очень много было со всех областей по распоряжению главы правительства и президента. Ну и по гуманитарной помощи, конечно, немного, не наш вопрос, но в целом могу озвучить, я думаю, коллеги, если захотят добавить, очень много было помощи с Таджикистана, с Киргизии, с Турции, то есть гуманитарная помощь. Вся гуманитарная помощь распределяется отдельной комиссией, которой занимается общественный фонд АРЭИК, то есть как бы они распределяют ее по районам. По районам, в частности, в городе, да? Да, в городе, по районам, по эвакопунктам мы обеспечиваем, как управление предпринимательством, если касается бизнеса, мы обеспечивали питанием, мы тех солдат, которые приезжали, проживанием и водой. То есть как бы это рабочая сила, которая на ежедневной основе тоже требует определенного внимания, то есть вода, питание, проживание и так далее. Там мне бы тоже хотелось добавить, у нас есть члены Рексовета, наши палаты предпринимателей ЗКО, тоже оказывали посильную помощь. Вот сейчас я не буду прям по именам называть, но депутаты очень. Вообще весь бизнес, есть даже пострадавший бизнес, который оказывал помощь уже другим. То есть сами пострадали? Да, и кроме этого у нас коллеги, у нас же в областях есть такие же региональные палаты предпринимателей ЗКО, вот такие же, да. Вот они направляли коммунитарную помощь. Вот нам поступили две форы, вот к Злорды, вот необходимые, вот то, что необходимо. В Шимкенте у нас две форы были, в Туркестане у нас были. У меня еще вопрос такой останется по спонсорской помощи. Имеет ли право кто-то обязать представителей бизнеса выделять какие-то средства на оказание пострадавших? Ну, как вы знаете, представители крупного бизнеса и предприятий, промышленности на добровольной основе, в том числе КПО, Аксайгазсервис, как вы знаете, и другие строительные компании, которые, я не буду перечислять, получится, как бы это в разрезе рекламы будет, но очень ответственная, социальная ответственность бизнеса, можно сказать, о том, что люди, проживающие в этом регионе, они откликнулись на призыв главы региона, президента в первую очередь, и помогают всем тем, кто пострадал. А нет такого, кто-то должен дать, условно говоря, миллион тебе, кто-то отземляет тебе. Да, конечно, конечно. В том числе и мы, как представители государственной службы, государственные органы на добровольной основе, именно однодневную зарплату перечислили в фонд АКЖИК, госслужащие тоже внесли, хоть, может быть, небольшой, но в то же время вклад. То есть проблем не было. Возникает много вопросов по азимым культурам, которые остались под водой. Как теперь быть фермером? То же самое, да, расчет? Да, да, азимым культурам. Сейчас комиссия выезжает, уже почти, можно сказать, заканчивается объезд площадей, оценка проводится, то есть сколько площадей. На сегодняшний день каков ущерб уже? На сегодняшний день предварительный ущерб предоставлен был изначально 4400 гектаров, но сейчас этот объем уменьшается с ежедневным. Теперь, опять-таки, из-за этого у нас сдвигаются сроки посева, да? Нисколько от того, что паводка, сколько температурного режима погоды. То есть для посева должна быть температура почвы благоприятной. То есть семена в теплый полу высаживаются. Хорошо, понятно, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос возникает, вне зависимости от сельхоз объекта, либо другой какой-то объект. Если бизнес-объект был застрахован в таком случае, эта страховка подпадает под ЧС? На сегодняшний день, если это субъект предпринимательства, который пострадал, у которого была или не была страховка, указано в договоре, условно говоря, в договоре страховой компании не разнятся, вы же знаете, у некоторых страховой компаний есть такие, как обстоятельства неопределимой силы, то есть форс-мажоры при ЧС, которые дают возможность страховым компаниям не выплачивать компенсацию. В нашей комиссии на сегодняшний день есть страховка или нет, компенсации будут выплачиваться. Что по сельскому хозяйству, аналогичная ситуация у коллег. Есть ли на сегодняшний день какие-то определенные сроки, в течение которых должна быть оказана компенсация помощи? По субъектам предпринимательства, я же сказал, комиссия 5 дней принимает решение в течение 10 дней, но счета указаны в заявлении, производится оплата, то есть компенсация этих затрат и ущерба в течение 10 дней после принятия решения комиссии. В общем, 5 дней на решение комиссии, 10 на оплату, плюс-минус 2 недели. Скажите, пожалуйста, сейчас у нас какие-то возможные еще изменения, дополнения могут быть, вот сам алгоритм действия и так далее. Сейчас будут ли рассматриваться они, предварительно какие-то сейчас есть информации? Ну, на сегодняшний день в ближайшее время специально с Министерством национальной экономики и из Палаты предпринимательства приедут представители. Понимание данных правил всех регионов, как вы знаете, оно тоже возникает вопросы, есть спорные моменты, и для этого Министерство направит специального представителя, директора департамента предпринимательства, который будет разъяснять нам все это будет совещанием, на которое мы пригласим оценочные компании, представителей всех, членов региональной комиссии, где мы будем в открытом совещании задавать нас интересующие вопросы, получать на них ответы, потому что действительно ситуация неоднозначная и вопросы могут быть у всех. В ближайшее время будут разъяснения. Насчет внесения изменений, дополнения правил, я думаю, это если нужно будет вноситься, они будут и вноситься, потому что разные ситуации бывают, правила... То есть на местах уже конкретно возникает много вопросов, много недоработок. Когда сталкивается теория с практикой, возникают вопросы, вы же прекрасно это понимаете. Но я хотел бы еще обратить внимание, что данные правила тоже до 30 ноября 2024 года введены. Нам подсказывают, что у нас эфирное время подходит к концу. И вот у меня такой вопрос. Сегодня мы понимаем, что пока еще у нас только началась эта вся работа по возмещению компенсации, по подсчету ущерба и так далее, убытков. На сегодняшний день вы сейчас уже конкретно с какими-то примерами столкнулись, каждый в своей сфере. Что на сегодняшний день еще необходимо у нас доработать, проработать? Какие вопросы у нас еще остаются не до конца, возможно, проработанными? Ну, вы знаете, вот только начали. Разъясняем, доводим, помогаем, собираем. Понимаете? Но какие-то есть вопросы конкретно, с чем вы сталкиваетесь, которые нужно решать, а еще алгоритм не скажем? Коллизии, что-либо такое, противоречия, какого-либо у нас пока нет уже. Практики мы только начали применять. То есть все легко проходит у нас? Ну, Жан Сапаргильевич сказал же, вот приедет завтра представитель министерства, которого непосредственно представят МППРК, там Кен, который вот тоже в обсуждении участвовал. У нас пройдет первое заседание, да, вот этой региональной комиссии. Вот. И на этом заседании будем встречаться с оценочными комиссиями, с тех обследованием, которые компания, что они нам предложат, какую работу. Ну, какой бы вы вопрос им задали, уже столкнувшись с такой проблемой на местах, в регионах? Может быть, с чем столкнулись вы, с какими препятствиями, возможно, сейчас? Ну, мы только начали применять практики. Предложения какие-то есть? Ну, предложения нам побыстрее, чтобы, как бы, с оценочными компаниями, механизм вот этого расчета понять, вот это вот обсуждение. Вот оно и ожидается у нас. Как хорошо нам помогут представители министерства в этом. Я думаю, такая проблема везде в регионах. На самом деле, одновременно комиссия во всех областях начинает свою работу, поэтому-то, как я уже говорил, работа на постоянной основе. Если где-то будет работа над ошибками, у нас есть специальный чат с Министерством национальной экономики всех регионов, мы там обсуждаем, и, как бы, со стороны министерства, как бы, нет таких вопросов, на которые они не отвечают. Понятно. Но, тем не менее, мы знаем, что вопросов у нас нерешенных остается еще очень много, дорогие зрители. К сожалению, наше эфирное время истекло. Я надеюсь, что все вопросы, возникающие у предпринимателей сегодня, разрешатся в скором времени, разрешатся наиболее благополучным образом. Спасибо, что все это время были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин